В настоящий момент в ДК поселка, где базируется муниципальный центр культуры, идет ремонт. Но это не повод для остановки работы с детьми. Более 20 секций и кружков набирают желающих на новый учебный год. Есть кружки художественного развития, они немножечко отличаются между собой, ну, по направленности работы, скажем, да. Есть у нас 4 кружка, так или иначе, связанные с хореографией. Среди традиционных направлений работы с детьми есть и довольно экзотичные. Например, в новом году здесь можно будет научиться играть на гуслях. Ну, а кружок циркового искусства уже давно завоевал популярность у маленьких жителей поселка. Чуть акробатики, чуть жонглирования, ну, координация тела. И как бы для общего развития, основу базы. Потом, естественно, если человек как бы будет расти и ходить, естественно, он будет как бы дальше немножко расти. Будет уделяться внимание в Центре культуры и работе с особенными детьми. Есть клубные образования, которых раньше не было никогда. Да, у нас два кружка по специально ориентированных на работу с людьми с ограниченными возможностями. Творческой фантазией работникам Центра культуры не занимать, а потому и день открытых дверей они превратили в захватывающее шоу. Здесь можно было сфотографироваться с трансформером, принять участие в мастер-классе и познакомиться с особым гостем, дрессированной белой швейцарской овчаркой по имени Шон. Это фристайл, это вид дрессировки, это танцы с собаками. Вот элемент из этого направления Юля показала. Затем и следовая работа. То есть Шон умеет очень много. Восемь в одном. При формировании группы, расписании занятий, сотрудники Центра культуры традиционно будут ориентироваться на занятость детей в школе. А потому активная работа начнется в сентябре после того, как в ежедневный ритм войдут школьные уроки. С школы определится с писанием. Потихонечку основное детское образование войдет в режим работы где-то в течение недели. После чего мы также начнем работу наших кружков. Пока вот здесь в корпусе 18Б по мере окончания ремонта и в доме культуры. Тем, кто по каким-либо причинам не смог в этот раз попасть на день открытых дверей и записаться в кружок, не стоит расстраиваться. Мест хватает, а подобные мероприятия будут проводиться и далее, вплоть до начала занятий. Максим Козлов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ. Максим Козлов, Екатерина Довлятова. Екатерина Довлятова.